Сегодня мы проводим большой фестиваль, который посвящен науке, технологиям, комиксам, аниме, различному интерактиву, который интересен гикам, то есть людям, увлеченным каким-либо направлением до глубины души. Мы постарались объединить этих направлений как можно больше на площадке фестиваля. Это наш второй фестиваль. В прошлом году мы проводили его здесь же, но сейчас решили расшириться и сделать его круче и интереснее. И здесь также 30 секунд, где у вас будет все. Площадка разделена на несколько зон. Сейчас мы с вами находимся на тихой зоне. Здесь у нас зона лектория, компьютерных игр, VR и технологий. Справа от меня это большая основная сцена. Там уже более активные движухи. Там и косплей-дефиле, и различные мероприятия, направленные на выявление каких-то инициатив, выявление каких-то творческого потенциала. Такая вот поддержка зала у нас сегодня на Ставконе. Я пришла на фестиваль, чтобы сделать себе татушечку на природе. Птички поют, игла жужжит. Все по кайфу. Бьют татушку. Это красивое украшение на теле. Никакой философии, никакого смысла. Просто украшение тела. Как сережки носить. Обязательно подходите в лесную зону буквально через 5 минут. Там будет мега крутая лекция про вашу теневую сторону и архетипы раскрытия вашей личности в косплей. Это будет очень полезно и очень интересно. В нашем мире, социуме, мы не всегда можем по некоторым причинам быть тем, кем мы хотим. У нас из детства всегда идут какие-либо травмы. Боязнь выступлений, боязнь сцены. Допустим, мы боимся быть музыкантами, хотя мы хотим этими людьми быть. И когда мы примеряем какого-либо персонажа на себя, мы можем прочувствовать и внедрить, интегрировать в себя эти забытые нами черты, которые ушли в тень. И таким образом наша личность становится более цельной, целостной. И наша жизнь меняется, становится намного лучше, гармоничнее. И появляется ощущение, что мы проживаем свою собственную жизнь. Мне кажется, гик – это не обязательно человек, увлеченный каким-нибудь косплеем или аниме. Гик – это, в принципе, такое вот общеопределяющее понятие, которое говорит скорее о том, что человек может быть увлечен чем вообще угодно. Поэтому гиков здесь может быть огромное количество. На самом деле таких мероприятий очень-очень мало. Поэтому мы решили открыть свое большое, свой большой ставкон сделать. И по факту ребята могут собраться только маленькими локальными группами в каких-нибудь антикафе, поиграть на столке, пообщаться, поиграть в ДНД, чтобы такой большой площадки пока что нигде не было. КОНЕЦ ФИЛЬМЕР КОНЕЦ ФИЛЬМЕР КОНЕЦ ФИЛЬМЕР